Друзья, привет вам! Я сейчас нахожусь в Серпухове, и сюда я приехал вчера, потому что вот сейчас через несколько часов здесь, в музее-усадьбе Поленова, это 40 минут вот от Серпухова, будет проходить велогонки, велозаезды Гранд Фонда. Для меня это будет первый мой велозаезд, я никогда официально этого не делал, хотя на велосипедах катаюсь, участвовал в триатлонии, участвовал в полумарафонах разных в разных точках мира. Ну что, вот мое барахло уже готово. Музыка Все, уже трасса перекрыта, тачки так все бросают вдоль дороги. Уже первые гонщики стартанули, туалет, собственно говоря, вот, в лесу, других вариантов нет. Велик готов. Мой номер 2210. Здесь тоже все есть. Гранд Фонда самый известный и популярный в мире шоссейный велозаезд, объединяющий на одной трассе как профессиональных спортсменов, так и любителей велоспорта. Уникальность Гранд Фонда в том, что трассы пролегают по живописным местам недалеко от крупных городов и сочетают в себе все лучшее от велогонки и большой велопрогулки. История Гранд Фонда началась в Италии более полувека назад. За это время мероприятие стало одним из самых массовых в мире. От Италии до ЮАР, от США до Новой Зеландии. Италии до ЮАР, от США до Новой Зеландии. Делайте впервые. И с чего начинать? Сначала заходим на сайт Гранд Фонда, регистрируемся, оплачиваем бабки. Это этап первый. Этап второй. За пару дней, как правило, нужно получить стартовый пакет. Но это не пакет, как из АША, а этот конвертик с наборчиком таким маленьким. Номерки на каску, на велосипед. И лепим их сюда и сюда. И на каску, как я уже показал. Здесь тоже все есть. Количество горок, друзья, конечно, просто трындец. Вот некоторые такие затяжные по нескольких километров. Ноги убивают в хлам. Очень много. Дорога не прямая, не плоская прям. На самом старте сразу же дают водичку, бананы. На Гранд Фонда есть несколько дистанций под разный уровень подготовки. Это тридцать, шестьдесят и девяносто или сто километров. Я делал шестьдесят. Дороги полностью перекрываются на полдня. И никто вам не будет мешать кататься. На трассе на всех этапах велогонки будут работать медслужащие. Будут пункты питания и воды. И можно будет остановиться, что-то съесть и что-то выпить. Также работает технический сервис. Если вы вдруг что-то проколете, специальные машины подъедут и починят вам колеса. Что самое популярное. Пробить колесо – это нормально. И, конечно, в конце крутой финиш. И вас будут ждать медальки. И если вы захотите, вы даже можете выигравить свое имя и свой результат на память. На долгие годы. И чтобы ваши дети и внуки и правнуки видели, как их предки проехали Гранд Фонда. Конечно, я для вас не открою ничего нового, если скажу, что обязательно перед вашей гонкой проверьте свой велосипед. Лучше сдайте его в сервис. Чтобы колеса были накачаны на необходимые атмосферы. Чтобы все было смазано и велосипед летел как по маслу. У меня на одном из участков гонки были очень сильные ямы. И они были, не помню, как называлась эта деревня. Короче, в районе какой-то деревни. Когда еще летишь под 70 км в час, и велосипед чувствует все. И руки чувствуют все, и задница чувствует все, что происходит. И вот так вот больно, ребята. К чему нужно быть готовым? Да ко всему. Я, честно говоря, рассчитывал, что будет холоднее. Но погода на самом деле была просто классная. Конечно, вы можете попасть и в ветер, и в дождь. Ну, это уже, как говорится, как повезет. Ну и вам, наверное, будет интересно, как я вообще проехал эту гонку. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Все, я финишировал. Два часа 17 минут я провел на велосипеде. Достаточно тяжелая трасса для меня. Еще раз, это первая у меня официальная велозаезд. Велогонка это здесь на медали, а велозаезд это... Ну, тоже дают медали за участие. Но это, как бы, для всех желающих. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, организаторы Грандфонда, вам на самом деле отдельный респект. На мой взгляд, вот я сейчас погулял, посмотрел. Во-первых, место выбрано шикарно. Пока одни гоняют, вот я пока ездил. Если вдруг я бы приехал с родственниками, с семьей, с детьми, то здесь отлично можно час-два погулять, сходить в эти домики, в усадьбу Поленова. То есть, очень прикольно. Плюс классно, что сюда притащили всякие футраки, кофе. Пожалуйста, кушай. Голодный никто не останется. Друзья, ну а у меня, на сегодня все. Этот веловыпуск подходит к концу. Спасибо, что смотрели. На мой взгляд, очень крутой получился день сегодня. Очень интересный, энергичный, с массой эмоций. Я, конечно, желаю вам пройти свои велогонки, если вы это будете делать впервые. Если не впервые, то удачи и улучшения своих результатов, конечно же. Подписывайтесь, ставьте лайк, если кому-то было полезно и интересно то, что я вам показал. Если не полезно и не интересно, ну, смотрите другие видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok